Собачий разговор Фильм Рауля Руиса Фильм Руиса Фильм Руиса Моника сразу же идет к Мари Почему ты отказалась от меня? Как ты могла? Я тогда так растерялась Я даже не знала, кто твой отец Отца у меня нет тоже? Теперь мы встретились? Нет Теперь все будет иначе В отчаянии Моника едет в Бордо, чтобы забыться Наслаждаться и покорять мужчин Таковы отныне основные цели Моники Пытаясь удовлетворить свои аппетиты, она собирает вокруг себя толпу любовников Далеко ходить ей не приходится Впервые это случилось на ночном дежурстве в больнице Около двух часов ночи больной молодой человек зовет ее Он просит снотворного Спустя минуту она поправляет постель И ее руки задерживаются под одеялом Несколько раз она поглаживает живот молодого человека Заметив, что он вовсе не против, она начинает ласкать не только живот Затем, забыв о всякой осторожности, она ложится к нему в постель Под белым халатом у нее ничего нет Два тела сразу соединяются Без единого звука В рождественский сочельник 66-го Моника хочет наконец осуществить Чистолюбивые мечты, не дающие ей покоя Она идет с подругой потанцевать в ночной клуб У две из заведения она видит шикарную Альфа Ромео, серо-голубого цвета Ей представляется случай Ее приглашает на танец с мужчиной примерно 65 лет Счастливый владелец Альфа Ромео Подсев за столик к своему кавалеру Моника выпивает один за одним несколько бокалов шампанского В ее голове одна за одной проносятся самые смелые мысли Моника избирает стратегию долговременного обочия Когда Вибер уже под утро провожает ее на своей шикарной машине Она понимает, что ему очень хочется подняться к ней и продолжить вечер До свидания, говорит она холодно Я очень устала Целый месяц Моника играет в эту хитроумную игру Затем она ставит условия Она требует денег Но может быть через год Анри устанет от нее Тогда в один прекрасный день она потеряет весь свой блеск, которым так дорожит И вот она снова бедна и одинока, словно только что приехала в Бордо Каждый вечер Моника идет на панель Порочный круг мимолетных связей и легких денег необратимо сжимается вокруг нее Но никто не знает, почему в глазах Моники, проститутки с грубым голосом Столько грусти и усталости, которые говорят о ее прошлом Правда о ее происхождении породила в Монике смутное желание мщения Продолжение следует... В ее квартирке пышный, но без излишеств Только телевизор скрашивает ее одиночество Банальная поломка этого аппарата приводит к Монике парня из ее городка, которого она часто встречала раньше Анри счастливчик У него есть работа, он ремонтник телерадиоаппаратуры В глубине души Монике нравится этот серьезный парень Пока они вспоминают о детстве, проведенном на улочках их провинциального городка Она не может не признаться себе, что ее неудержимо влечет к нему Анри даже не подозревает, какую гнусную жизнь ведет Моника в действительности Он без памяти влюбляется в красавицу Монику, девочку из детства Подушевленное сверхожидание, Моника чувствует, что эту отвратительную жизнь еще можно изменить Пооружившись небольшим капитальцем Накопленным благодаря упорному труду Она получает возможность осуществить давнюю мечту, открыть кафе Но это, можно сказать, первый взнос, который она платит своей смерти Анри ее опорой советчик Когда молодая чета открывает кафе, он помогает ей в работе Ее знает и любит вся округа Алиса, подруга из Бордо, появляется в кафе и смущает ее покой Она знает все о скверном прошлом Монике За свое молчание она не требует многого Чуть-чуть денег и угол на несколько дней Чтобы спрятаться от жестокого сутенера Моника уступает Пока они вместе вспоминают о жизни Бордо Алиса не может не признаться себе, что ее неудержимо влечет к Анри, этому серьезному парню Который в глубине души презирает свою работу ремонтника телерадиоаппаратуры Анри даже не подозревает, какую гнусную жизнь ведет Алиса в действительности Он без памяти влюбляется в близкую подругу своей жены Я прощаю тебя, Анри Однажды ты одумаешься и станешь прежним, говорит Моника Анри предлагает провести выходной втроем В парке недалеко от городка Монсури Сначала он приглашает их немного прогуляться Затем он удаляется поиграть с Алисой в мяч Совершенно подавленная недавними событиями, погруженная в свои мысли Моника отходит в сторону со своим сыном Полем Анри Которому три года и четыре месяца Она берет его на руки Я больше никогда не буду счастлива, говорит она Она открывает сумочку и достает револьвер Драма происходит мгновенно Одной пулей она убивает обоих По прошествии срока траура, Анри не находит ничего лучшее, чем жениться на этой Алисе Близкой подруге своей жены, она покорила его Это, можно сказать, первый взнос, который он платит своей смерти Анри не был готов к чудовищной правде, которую Алиса цинично обрушила на него В самый вечер их свадьбы Моника не была той чистой девушкой, которую он взял в жены Алиса тоже А любовь, объединявшая этих женщин, была противоестественной Чудовищная правда породила в Анри смутное желание мщения Вечером он все дольше бродит по улицам, пока Алиса занимается кафе Я прощаю тебя, Анри Однажды ты одумаешься и станешь прежним, говорит Алиса В молчании В молчании Анри пристально смотрит на свою жену Кровь бросается ему в глаза Машинально он хватается за пустую бутылку и сжимает ее в руке И вот Алиса лежит, словно огромная сломанная кукла Что делать, думает Анри Единственное решение, заранее отвратительное ему Разрезать труп на куски как можно мельче и избавиться от них Его движения точны, как у машины Несколько дней, раз за разом, Анри выносит куски трупа как можно дальше от дома Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря ни на что, ему очень страшно Он хочет скрыться как можно скорее Вооружившись небольшим капитальцем, накопленным благодаря упорному труду Он уезжает в Марсель и погружается в мерзости портового города Старые знакомые предлагают ему грязные, но выгодные дельцы Он входит в долю Но все идет не так, как он думал Одного дельца мало Нужно провернуть еще несколько Его разыскивает полиция Анри попадается на мелочи Приговоренных 5 годам он попадает в местную тюрьму Как-то ночью, около двух часов, один из заключенных, больной, зовет его Он просит снотворного Спустя минуту Анри укрывает больного И его руки задерживаются под одеялом Затем, забыв о всякой осторожности, Анри ложится к нему в постель Два тела сразу соединяются без единого звука Когда спустя три года он досрочно освобожден Это уже неисправимо пороченное существо, которому надо заново учиться жить на воле Спустя несколько недель он узнает, что куски человеческого тела найдены в разных местах городка Монсури Удивившись количеству найденных кусков, комиссар Мори Жозе Морер просит жандарма Отметить на карте города места, где были найдены куски Ко всеобщему изумлению, на карте образуется нечто вроде смертельного круга Ищите в центре, восклицает комиссар Центр ужасного круга как раз то самое кафе Любовь к порядку, свойственная Анри, привела к тому, что каждый раз он отходил на равные расстояния от места преступления, образуя таким образом круг Непреложные законы геометрии сыграли против него КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В личной беседе с месье Бен Ами он узнает, к своему изумлению, о хирургических операциях, свободно проводимых в Касабланке. Там люди, которых природа наградила не тем полом, могут выбрать свой пол самостоятельно. Лучшие маскировки для Анри не существуют. Кто узнает бывшего мужчину в облике прелестной девушки, рожденной умелыми руками знаменитого немецкого хирурга? Теперь Анри О'Диль – это очаровательная дама. Несколько уроков макияжа довершили дело хирурга. В рождественский сочельник 74-го, О'Диль пытается осуществить честолюбивые мечты, не дающие ей покоя. Ее приглашает на танец господин примерно 65 лет. Отсев за столик к своему кавалеру, О'Диль выбивает один за одним несколько бокалов шампанского. В ее голове одна за одной проносятся самые смелые мысли. Ими рещатся большие деньги и возможность наконец-то жить в роскоши и удовольствиях. Теперь, каждый вечер, О'Диль выходит на панель. Порочный круг мимолетных связей и легких денег необратимо сжимается вокруг нее. Но ностальгия тисками сжимает ее сердце. Каждый вечер Анри О'Диль вспоминает о том уголке Франции, где он был так счастлив, о городке Монсури. Почему бы ему не вернуться туда? Теперь она очаровательная О'Диль Фаржо, у которой все необходимые документы и достаточно денег, чтобы обрести счастье. Монсури и Анри в волнении бродят по улочкам детства. Почти машинально он направляет шаги к тому самому бару. Видя вывеску, он удивляется, продается. Очаровательный О'Диль не может устоять перед таким искушением. Все это похоже на сон. Вся округа знает и любит О'Диль. Дни проходят в счастье. Луиджи – сирота. Его родители погибли в автомобильной катастрофе. Он живет у соседки. О'Диль усыновит этого несчастного ребенка. Теперь у нее есть деньги, чтобы содержать семью. Подруженные в заботы, О'Диль закрывает бар довольно рано, около полуночи. Но как-то раз вечером… Нет, Фернан, закрыто. Чтобы он понял, О'Диль кричит из-за стеклянной двери. Что за юнец, думает она? Даже не верится, что им всего 18. Она хочет кричать, он зажимает ей рот ладонью. Кровь бросается ему в глаза. Нужно, чтобы она замолчала. КОНЕЦ Несколько дней спустя, на школьном дворе, одноклассники окружают Луиджи. Твоя мать была убита любовником, говорит один из них. Неправда. Та, которую ты называешь моей матерью, мне не родная мать, отвечает он. Субтитры создавал DimaTorzok